Ждали премьера, а приехал просто министр. В пятницу регион с рабочим визитом посетил глава Минпромторга Денис Мантуров. На заводе автокран министр уже был в 2014 году. Предприятие было в предбанкротном состоянии. Объемы производства сильно упали, накопились долги по зарплате. Ситуацию спасали всем миром, но ключевую роль сыграл новый инвестор. Под Новый год задолженности перед работниками погасили в полном объеме. Денис Мантуров пообещал автокрану поддержку министерства. Также отметил, что необходимо развивать экспортный потенциал, пользуясь существующими сегодня преференциями. Амбициозные, но выполнимые задачи касаемо экспорта уже поставлены, рассказывает руководство предприятия. Планируют с 2020 года 30% от общего объема производства и продаж отправлять в другие государства. Для начала в страны СНГ и дальнего зарубежья. Входить в страны Европы задача более сложная, но мы такую цель не снимаем, тем более, что мы действительно считаем, что наши краны вполне могут быть конкурентоспособны на шасси «Вольво» и продаваться в таком исполнении даже в Европе. Здесь же на автокране Станислав Воскресенский сообщил о решении федерального правительства создать в Наволоках территорию опережающего социально-экономического развития, сокращенно ТАСЭР. То есть в Кенишемском районе появится территория с максимально комфортными для бизнеса условиями. Для не бизнесменов польза от ТАСЭР тоже будет. Сообщается, что благодаря проекту удастся создать порядка 1000 рабочих мест. В рамках визита Дениса Мантурова на автокране состоялся федеральный промышленный форум. Кроме того, министр запланировал посетить Ивановский парашютный завод.